Божьи обетования не считаются, они пребудут вовеки. Кровью Иисус запечатал то, что Он в Слове обещает. Небо и земля пройдут, холмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовеки. Направь свой взгляд ввысь, как это делал Авраам. Когда ты будешь исчислять звезды, то вера будет приближаться. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребывает вовеки. Верь тогда, когда все становится темным, и когда налабливается твое сердце. Еще пару часов осталось, тогда засияет солнечный свет. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовек. Верь тогда, когда тебя преследуют в твоих испытаниях. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовек. Верь, когда тебя покидают друзья. Один останется верным. Иисус, твой друг, будет нести тебя и будет ежедневно укреплять заново. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовек. Верь во всех твоих нуждах. Скоро отправимся в небо. Слово пребудет вовек. Там ты в истине увидишь то, что верило здесь твое сердце. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут. Но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовек. О, какая прекрасная мелодия. Иисус, Иисус, Иисус! Самое прекрасное имя мое. Иисус, Иисус, Иисус! И наполняет солнечным светом. Радуйся и ты в Его милости. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Самое прекрасное имя Мое, Утешает все мои желания И наполняет сердце Мое солнечным сиянием. Я могу полностью Ему доверять. Иисус, Иисус, самое прекрасное имя Мое. Утешает все Мое желание. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, самое прекрасное имя Мое. Утешает все Мои желания. И наполняет Мое сердце солнечным сиянием. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Ты даешь мне мир и тишину. Поэтому восклицает Мое сердце с Аллилуйей. Аминь. 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 будет тоже сегодня Слово Божье слушать. И я хочу всех поприветствовать сердечно, которые видят или слышат. И тоже все, которые сегодня эту проповедь переводят. Пусть жить они тоже будут благословленные. Кор пел первую песню. Божьи обетования пребудут. Они не посчитаются. Там мы можем все сказать «Аминь». Это так. Божьи обетования пребудут вовеки. Они не считаются. В пятом стихе мы пели «Верь, когда друзья покидают, один остается всегда верным». Иисус, твой друг, понесет тебя и будет тебя ежедневно заново укреплять. Да? Если все друзья нас покидают, но есть один, Он всегда нам будет верный. Иисус Христос, наш Господь. Разве Он не сказал в Своем Слове? А в шестом стихе написано «Верь во всех твоих нуждах». Скоро мы пойдем в небеса. Там ты в действительности узришь то, что твое сердце здесь верило. Разве это не прекрасно? То, что мы однажды увидим Господа. И я думаю, все ожидают этого момента, чтобы мы встретились с Господом. Небо и земля сгорят, холмы и горы исчезнут. Но тот, кто верит, он найдет. Божье Слово пребудет в истине. Аминь. Так оно и есть. Божье Слово пребудет в истине. Во второй песне пелось «Скоро Иисус возвратится и поприветствует меня во славе». С радостью я смогу Ему пойти навстречу и буду с Ним во всякое время. Не ожидаем ли мы этого момента? То, что мы однажды предстанем перед Господом в белых одеяниях. Разве мы этого все не хотим? Я думаю, то, что мы все этого желаем. Давайте жить вместе, споем песню и прославим через это Господа. Давайте споем из этого песенника 380-ю песню. Песня 380-я. Никто не будет постыжен. Никто не будет постыжен. Кто ожидает Господа? Должен ли я быть первым? Кто будет разочарован? Нет. Это невозможно. Ты верная опора. Скорее всего, исчезнет небо, чем твое слово меня разочарует. Ты обещал. Кто просит, тот да получай. Кто ищет, должен найти. То, что Бог для него предназначил. Кто в крепкой вере и смело будет стучать, тому без сомнения наконец-то будет отворено. Итак, я хочу посметь. Господи, по Твоему повелению все мои заботы собственные и чужие нужды и все, что меня мучает. Я хочу все это принести к Твоему сердцу, к тому, который считает мои слезы. Ты есть моя милость и есть мой лучший друг. Ты есть солнце моей жизни, которое мне всегда смеется и светит. И тоже в темные ночи и через долину смерти до того, как исчезнет небо. Скорее всего, исчезнет небо, чем меня разочарует Твое Слово. Разве Он когда-нибудь тебя разочаровывал, Господь? Нет. Я думаю, скорее всего, мы Его разочаруем. Но Он, Иисус Христос, нас не разочаровывает. Давайте споем еще вторую песню друг с другом. 386-ю. 386-ю песню. Душа, которая окружена болью, Доверяй крепко Твоему Богу, Он сделает тебя способным во всем Твоем страхе и в нуждах. Не сомневайся никогда в темном часу и не сомневайся никогда в Божьем Слове. Верь, верь и доверяй. не сомневайся никогда в темном часу и не в Слове Божьем. Не сомневайся никогда в темном часу то приходит в исполнение. Верь, верь всегда. Если ты хочешь ходить всегда с Господом, то твое собственное Я должно исчезнуть. то твой путь должен идти через смерть. Все, что Он обещает, то исполнится. «Верь и доверяй всегда». Поэтому пусть все сомнения исчезнут. Держись только за Иисуса Христа. для своих детей Он дает только, чтобы исполнилось то, что им служит для блага. Не сомневайся никогда в Божьем Слове. Все, что Он обещает, то придет в исполнение. Верь, верь и доверяй всегда. Если ты хочешь всегда жить с Иисусом, то твое собственное Я должно уйти. Возлюбленные братья и сестры, собственное Я, Я, это мы должны покласть в сторону. Иисус Христос ибо Иисус Христос заботится о нас. Он сопровождает нас ежедневно. Не я, но Иисус Христос. Не сомневайся в темном часу. Не сомневайся в Божьем Слове. То, что Он обещает, то приходит в исполнение. Верь, доверяй всегда. Все, что в Божьем Слове написано, это останется навсегда. Это да и аминь. Возлюбленный брат Баумгартна, могу я попросить тебя, чтобы ты прочитал Слово и с нами помолился? Возлюбленные братья, возлюбленные сёстры, мы всех приветствуем сердечно в драгоценном имени Иисуса Христа и тоже всех те, которые по всему миру подключены на прямую связь через интернет, которые могут видеть и слышать. Мы хотим также сердечно поприветствовать. «Верный Господь, пусть жить на всех сегодня, в этом дне, благословит по великой своей милости сверх того, о чём мы можем попросить или понимать». Это действительно великая привилегия и великая милость. то, что мы можем снова здесь собраться, то, что мы всё, всё ещё можем без того собираться, чтобы кто-то нам мешал и слушать Божье Святое Слово. Мы благодарны нашему великому Богу сердечно то, что носитель Слова в своём пожилом возрасте, которому будет скоро 86 лет. Согласно своего призвания, всё ещё находится в поручении Божьем. Это привилегия, это великая привилегия, преимущество, то, что мы нашли милость перед Богом, то, что мы от создания мира были Его собственностью и получили вечную жизнь. последнее послание гласит «назад к началу», первоначалу, назад к Библии. Она не знает компромиссов. там есть только или. Мы не нуждаемся в новом Евангелии, Евангелии или в новом кресте. Всё, что нам дальше поможет, это проповедь о старом клубах крестья, где мы каждый день будем оттуда получать новую силу. У нас нету больше времени для обдумывания. Время так близко подошло. сегодня милостивый день, сегодня день спасения. Иисус Христос находится в нашей среде через своего Святого Духа. Мы желаем, чтобы Господь сегодня пришёл к Своему праву. Ведь написано, «Кто призовёт имя Господня, тот будет спасён». Божье Слово сегодня исполнится во всех нас, если мы серьёзно Его призовём. До того, как я помолюсь, я хочу прочитать слово из Послания Иуды, и я попрошу, чтобы мы для этого встали. Послание Иуды с 17 стиха по 25 до конца. «Но вы, возлюбленные, помните то слово, которое уже раньше говорили апостолы Господа нашего Иисуса Христа. Они возвещали вам в последнее время явятся насмешники, ходящие по своим безбожным похотям. в последнее время». Это люди, производящие разделение, люди душевные, которые не имеют Духа Святого. Но вы, возлюбленные, созидайте себя на вашем великом и святом основании веры. молитесь в Духе Святом и сохраняйте себя этим в любви Божией, полные уверенного ожидания милосердия нашего Господа Иисуса Христа к вечной жизни. «И к одним, которые находятся в сомнениях, имейте сочувствие, вырывайте их из огня и таким образом спасайте. Другим, напротив, сочувствуйте со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Иисусе Христа». А Ему, Который может сохранить вас от всякого преткновения и поставить вас неповинными и ликующими пред лицом славы Своей, Ему, Единственному Богу, Который через Господа нашего Иисуса Христа, есть Спаситель наш, Ему принадлежит слава и величие, власть и сила прежде всех времен мира и сейчас и во веки вечные. Аминь. Господь, да пусть благословит Своё сегодня в нас. Мы хотим помолиться. Верный Небесный Отец, мы благодарны то, что мы ещё можем жить в милостивом времени и можем снова собираться, чтобы Твоё драгоценное и Святое Слово услышать из призванных уст. Господь, мы не имеем ничего, чтобы мы могли принести. мы так за Тебя закреплённы. Мы зависим от Тебя и ничего без Тебя не можем делать. Господь, мы нуждаемся в благословениях Святого Духа. Даруй нам совершенную веру, чтобы мы могли действительно справиться со всеми обстоятельствами. Даруй нам Духа милости и молитвы, чтобы мы могли в Духе Святом молиться, мы так благодарны Тебе, то, что Слово семя было посеяно и теперь действительно восходят истинные сыны и дочери Божьи. Пусть сегодня, в этом дне, победа с Голгофой в нашей среде проявится. Возлюбленный Господь, пройди ты сегодня сам через наши ряды, даруй освобождение души, освобождение Духа и исцеление плоти. По нашей крепкой вере это произойдет, и мы можем выйти на свободу, очищенной и здоровыми пойти домой. Благослови и укрепи твоего верного слугу, носителя Слова. Умножь его силы и помажь его сегодня заново свеже. О, Боже, благослови нас всех вместе, благослови твоих освященных и свяжи наши сердца с друг другом. И пусть твое слово везде, где бы оно ни слушалось, упадет на добрую почву и принесет много плода для вечности. Мы просим тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте споем вместе. Приди свыше. Приди, Дух Господень. Приди свыше. Приди, Дух Господень. Шуби и пылай. О, не оставайся вдалеке. Шуби и пылай. О, не оставайся вдалеке. Божий огонь даст падет. Ты нам дорог. Небесный дар. Ты нам очень дорог. Небесный дар. всех 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 вместе. Крести свыше, чтобы святой огонек мог быть видим в нас. огонь. Аминь. 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 и святое Слово Божье. Мы уже пели вместе и слышали прекрасные песни и читали тоже прекрасное Слово. Богу очень благодарны за это. За Библию, за Старый и за Новый Завет, за обетование, которое уже в одной песне было об этом положено ударение. В первой проповеди Петр в день основания Новозаветной Церкви взял обетование из Старого Завета, процитировал, и для всего Нового Завета верующим дал на их путь. Здесь исполняется то, что Бог через пророка Иоиля обетовал. В последние дни я и залью от Моего Духа на всякую плоть. И потом в той же самой проповеди Он сказал, «Ибо вам и вашим детям принадлежит это обетование, сколько Господь наш Бог еще не призовет». братья братья и сестры, я не знаю, что это значит для вас, но гармония между Старым и Новым Заветом просто мощна и водительства, и вдохновения Духа Святого. И мы можем по милости просто иметь участие в том, что Бог для этого отрезка времени обетовал. И как мы часто уже упоминали, мы есть дети обетования и верим все обетования, которые Господь нам в Своем Слове даровал. И мы их все увидим исполненными. Сегодня я хочу передать много приветов из многих стран, от многих братьев, особенно от брата Элиса Элиса из Эдмонта со всей его семьей, из Румынии, брат Ади, и да, приветы, особенно из Южной Америки. Четыре брата позвонили и передают нам все особенные сердечные приветы. Здесь целое перечисление, целый листок о тех, которые нам передали приветы. И мы радуемся просто то, что мы имеем еще милостивое время, то, что мы можем сходиться вместе, чтобы услышать Божье Святое Слово, и чтобы производить наше приготовление на славный день возвращения Иисуса Христа. Просто принимать это серьезно и лично пережить. да, сегодня у нас особенное посещение из Кигали, Руанда. Наш брат Део находится сегодня здесь, и мы попросим его подойти наперед и некоторые слова просто направить к нам. Потом у нас есть еще наш брат Арбен Мулай, который находится в нашей среде. Я включительно потом скажу, кто он есть, если он это сам не сделает. Где Брадео? Подойди просто. Это один из наших братьев. И брат Тати из Брюсселя тоже передает привет. Да, и кто еще? Подойди, возлюбленный брат. Я приветствую пожалуйста по-английски. Я хочу всех братьев и сестер вас поприветствовать. Да, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. По Божьей милости мы сегодня здесь находимся посреди вас. И мы имеем участие в том, то, что Бог делает в данный момент. Его призыв исходит от востока и запада. и мы также пережили последний вызов. И мы принимаем слово особенно для нашего приготовления. Кигали-Руанда. Мы из Кигали-Руанды получаем то же самое слово. То же самое Аминь, которое вы здесь даете Слово Божьему. и то же самое Аллилуйя, которое вы здесь даете для Слава Божьей. И мы говорим то же самое Слово Аминь к тому же Самому Слову. И мы посылаем то же самое Аллилуйя к Престолу Божьему. И особенно в лагере беженцев, когда я сказал, то, что я сегодня буду находиться здесь, в этом собрании, то, что я передам вам всем дальше приветы во имя Господа Христа. Мы верим то, что Бог Свое Слово и Свое Дело приведет к завершению, то, что Он дает нам духовную пищу, и то, что эта пища нас связывает с волей Божьей. И если Его воля нам была открыта, и тогда мы просим только одно, Господь, да произойдет воля Твоя, пожить Бог вас обильным образом благословит и пребудет со всеми нами во имя Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Да, может быть, только пару слов еще о лагере беженцев, что этого касается из всей окружности, особенно в Уганде. Здесь 3000, а там 4000. И наш брат обслуживает постоянно эти лагеря беженцев. и некоторые месяцы уже они подключены на прямую связь и слушают сегодня, будь это в Крефольде или сегодня здесь, все слушают то, что возвещается и имеют прямое участие в том, то, что Бог в данный момент производит. Бог благословил мощным образом, мог использовать мощным образом нашего брата во всех соседних странах в Африке. Бог да благословит тебя. Аминь. Где брат Арбен Мулай? Где ты? Скажи нам пару слов. Мы благодарны. Господь вызывает из всех народов, языков, из всех религий. Он вызывает, и за это мы ему очень благодарны. Бог да благословит тебя. Да, я приветствую вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Это Богу, Господу было благоугодно, чтобы я находился сегодня здесь. Я вообще-то это не планировал здесь быть сегодня, но я благодарен за эту возможность находиться здесь в вашей среде и слышать Божье Слово. Слово Господне истина и вечное Слово семени в это время, которое сеется в приготовленные сердца, оно взойдет и принесет плодов для вечной жизни. И Господь будет иметь приготовленную, заберет приготовленную церковь, которая будет преображена в его образ. И мы благодарны Богу за это, то, что мы имеем прямую связь, подключение к тому, что Он сегодня делает. и я могу только поблагодарить то, что Он меня вызвал из другой религии и открыл мне Слово Истины, открыл, возвестил мне свою волю, то, что Он сегодня производит, то, что Он возвестил мне спасительный план и привел меня туда, где Он действует и там, где возвещается Его Слово. И мы Бога можем только благодарить и доверять Ему, то, что Он со всеми с нами придет к Своему праву и нам всем поможет. И никто из нас не будет разочарован. И Его Церковь будет без пятна и без порока. Он поставит ее перед собой. Благодарность за это Богово имя Иисуса. Аминь. Господь да благослови тебя. Аминь. Да? Мы хотим всех, вас тоже из Австрии, поприветствовать. Послюбленные, добро пожаровывать. Мы все были приглашены на свадебный пир Аганца. Только как замечание. Оба братья, которые только что говорили, они оба адвокаты. один из Африки, а другой из Козова, мусульман, бывший мусульман, которому Бог даровал милости. Просто дал принять ему покаяние и пережить. И слово часа принять вере. Бог вызывает из всех рядов, из всех народов и из всех языков. Если жить у нас сегодня есть особенные посетители, то Господь да благословит вас всех и нас всех тоже вместе. И как уже было сказано, Бог да благословит у всех переводчиков в разных языках. Бог да благословит нашего брата Джан Ламбера, который специально приезжает сюда, чтобы переводить. Бог да благословит нашего брата Тати из Брюсселя. Бог благословит Этен Джентона. Бог да благословит всех братьев, которые сейчас, сегодня в разных языках переводят. Ведь написано то, что Евангелие о Царстве Божьем будет возвещено всем народом для свидетельства и потом придет конец. Я хочу еще особенный привет передать. Только коротко я хочу что-то повествовать. Эта дипломат, женщина Наоми была со своим мужем в Крефельде. И она имела только одно желание, чтобы мы еще один раз приехали в Израиль. она хотела она хотела очень, чтобы мы имели прямое участие в том, что Бог производит в данный момент. Мы все передаем Господу в Его руки. Но это было благословенное время. Мы Господу за это благодарны. тогда было сделано предложение тоже. Если мы еще будем на земле, и если это будет воля Божия, чтобы мы в следующем году, в марте, с понедельника 2 марта 10 дней провели в Израиле. Бог, только Он знает все это. Мы все передаем в Его руки. Он пусть все ведет. Мы просто заинтересованы в том, то, что Бог в данный момент производит. Эта женщина хотела, чтобы мы там и здесь еще пришли к Слову, что-то сказали. Это нам не нужно делать. Мы желаем только, чтобы Церковь была завершена, а потом Израиль услышит славное послание от обоих пророков и придут к вере. Только потом с них будет снято покрывало. Что меня побуждает, это то, что мы видим сегодня в новостях, и особенно что касается Бразилии. Представьте себе, брат Хельмут Мискис и я, мы арендовали маленький вертолет и просто полетели в лес от одного отрезка к другому отрезку, и сотни всегда собирались на проповедь, работают на великой плантаже и как раз имеют только достаточно для проживания. И сейчас такая пришла там катастрофа. Это просто мне западает в сердце. Пусть жить Бог всех наших братьев и сестер там в тех пределах, как в регионах, где это коснулось. Пусть Он будет и милостив, пусть Он им поможет по-земному и в духовном. позаботиться о них. Вы знаете, я здесь себе отметил то, что у пророка Исаии написано, то, что когда Господь восстановит ущерб Своего народа, тогда Солнце семь раз будет светить больше, чем сейчас, сильнее, и Луна будет таким ярким светом светить, как Солнце. Это в данный момент себе даже нельзя представить. Какая жара тогда сойдет на Землю до того, как все придет к завершению. Исаия, 30-я глава, 26-й стих. Здесь написано, Солнце свет Луны будет таким светлым, как солнечный свет, как а свет Солнца будет сиять в семь раз светлее, как свет семи дней недели, в то время, в то время, когда Господь перевяжет повреждения народа своего, восстановит ущерб и исцелит нанесенную ему рану. Благодарность будет принесена за это Господу. Брат Бранхам это тоже все заново из проповеди августа 57-го года упоминал то, что решение в Израиле пало с 6-го мая 1946-го года, чтобы они имели собственное государство. И потом 7-го мая 1948-го года это публично было возвещено. Но самое мощное было в том, когда брат Бранхам сказал 6-го мая 1946-го года. То было с Израилем, а 7-го мая 1946-го года стоял Ангел Господин передо мною и дал мне поручение. Братья и сестры, если жить, действительно это все слышишь напрямую и просто постанавливаешь себя в эту позицию и понимаешь, что Бог был озабочен в наше время, не просто чтобы исполнить обетование, но чтобы дать сразу прямые указания в том, что должно в то время произойти, когда обетования придут в восполнение. Я сегодня взял вырезку с собой из интернета. Представьте себе, в интернете заголовки написанное «Семилетний мировой договор». В первый раз упоминается число семь. Всегда только говорилось «Будет договор сделан». Будет сделан договор. Но теперь, теперь, сейчас семилетний договор. И если мы потом пойдем к Слову Божьему, к Даниилу, 9 главе, 27 стиха, и он закручит договор на семь лет, и в половине он будет разорван. Это просто западает мне в сердце. я просто говорю, эти библейские темы, которые касаются Израиля, заголовки, делают заголовки в наши дни. Происходит то, что никто больше не может отвернуться от этого. Если даже политики имеют доступ, проникательность к этому, теперь не идет просто дело о договоре, теперь дело идет о семилетнем договоре, чтобы Слово Божье исполнилось. Братья и сестры, мы подошли ко всему очень-очень близко. И вы знаете, то, что мы в Писании читаем, не просто семилетний, не просто то, что будет сделан семилетний договор, но то, что он будет прерван. И это произойдет сразу после восхищения. И тоже это брат Бранхам говорил об этом. Это примерно, этот договор будет сделан одновременно. договор с Израилем, Антихрист и со всеми языческими народами и восхищение. Все действительно очень-очень близко подошло. И мы Господу за это очень благодарны. То, что уже в первом Фессалоникийцах в пятой главе в третьем и четвертом стихе написано, давайте откроем, первая Фессалоникийцам, пятая глава, третий стих и четвертый стих. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как свадки постигают беременную женщину. И они, конечно, не избегут. Я не знаю, слышали ли мы это все, но один раз в день я все же слушаю новости. И когда американский президент сказал, я не был избран американским народом, я был избран Богом, чтобы всю участь этого времени взять в свои руки, даже он использовал слово «Я избранный Божий» в моем служении. Если мы все это рассмотрим и действительно сравним потом с Библией, это просто все происходит на самой высшей точке. И мы знаем то, что мы не имеем много времени, но все, что Господь обетовал, мы тоже все это переживем, все, что для нашего времени предназначено, а потом то, что касается только для Израиля, произойдет после нашего времени. Что меня здесь особенно радует, это 4 стих в первом Фессалоникийцам, в первом Тимофея, 4 главе, прочитаем «Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох». вор, скажите ведь «Аминь». Мы не живем во тьме. Бог открыл нам пророческое слово со всеми обетованиями по милости. Еще никогда до этого действительно весь спасительный план нашего Бога не был так ясно и так открыто во всех областях и во всех взаимосвязях, не был так возвещен, как в наше время. Мы можем действительно друг другу сказать «Но вы, дорогие братья, не живете во тьме и тоже не во тьме, что касается этого времени. Тьма покрывает всю землю и тьма покрывает все народы, но над тобою взойдет солнце праведности. пушить будет хоть даже темно на всей земле», как брат Брангхам 285 раз упомянул. Свет явится в вечернее время. Для него это было такое значение из пророка Захарии 14-й главе 7-го стиха. «Иначе оно в основном всегда вечером темнеет, но в вечернее время должен явиться свет». И мы можем сказать «Вечернее время, в день спасения, стало светло, явился свет. Каждое пророческое слово стало открытым. И в той взаимосвязи было показано, как оно действительно принадлежит. И мы все заново клали ударение, братья и сестры, на то, что Господь в наше поколение, в наше поколение посетил особенным образом прямым поручением, как это имел и Иоанн Креститель, и все пророки, которые исполняли пророчество, исполняли служение. Никто сам от себя не шел лично, но они все ждали, пока призвание не изошло. И в том, что обетовании, давайте подумаем тоже в той взаимосвязи о Моисее. Он же вообще ничто об этом не знал, что Бог обетовал. Он пас овец своего тестя, но когда пришло время, и 400 лет пришли и ушли, и обетование должно было исполниться, которое Господь Аврааму дал. Явился Бог Господь пастуху Моисею в огненном столпе и сказал, «Сними свою обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть место святое», и Божие призвание и зашло к нему. «Пусти мой народ, чтобы он служил мне, отпусти моего первородного сына». Это было поручение, что же было поручение брата Брангхова? «Вы, мой народ, одевитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому». «Тогда я приму вас и буду вашим Богом, и вы должны быть моим народом». Прямое поручение взаимосвязи с последним обетованием перед возвращением Иисуса Христа. И это мы можем уже от самого начала на это поклась ударения. это самое важное обетование. И как хор уже пел, Божье обетование прибудет, оно не шатается. Кровью Господь запечатал то, что Он в Слове обещал. ни одно обетование не останется неисполненным. Так уже пророк в Старом Завете провозгласил. «Если жить обетование еще не исполнились, то ожидай, ибо они исполнятся уверенно». Так Господь это в Своем Слове сказал. И таким образом мы верим от полного сердца и от полной души. Что касается нас, братья и сестры, то мы имеем молитвенные просьбы в верующих домах как никогда. В такой полноте там раковые болезни, там разные нужды. И мы просто Бога сегодня вместе попросим, чтобы Он нашу веру укрепил. И так как Бранхаму было сказано, «Ничто не сможет противоречить Твоей молитве и тоже ракнет». Мы есть Церковь Живого Бога, тело Господа. Мы возвещаем Слово и весь Совет Божий. И тоже полное освобождение, искупление, исцеление, прощение. Всё, что на кресте, на Голгофе произошло, это мы возвышаем. И это мы хотим вместе пережить. чтобы свидетельства могли громко быть возвещенными, которые говорились, чтобы сказали, «Я имел рак в таком образе, но Господь исцелил», чтобы подтверждение Слова могло действительно проявиться в нас, то, что Бог бодрствует над Своим Словом. И то, что мы приняли это вере, и миссионерское поручение, оно ещё действовало сегодня. Я просто отметил себе пару мест из Библии от 1 Петра, из 1 Петра, чтобы нам искупление, совершённое искупление, провести перед глазами. и чтобы оно было положено в сердце. 1 Петра. Давайте начнём сразу с 5 стиха. 1 Петра, 1 глава, 5 стих. «Вы, которые были сохраняемы в силе Божьей, верою ко спасению, которое готово открыться в последнее время». «Да, здесь у нас снова есть такое понятие последнее время. «Искупление», «Спасение», «То, что для нас и с нами и теперь в нас и с нами происходит». Давайте прочитаем ещё раз. вы, которые сохраняемы в силе Божьей, верою ко спасению, «Которая готова открыться в последнее время». «Этот день находится вблизи». «Здесь имеется в виду с возвращения Господа». И мы в фессалоникийцах читали, «Вы, возлюбленные братья, вы не находитесь во тьме, чтобы этот день вас взял врасплох». Нет, мы есть дети света. И как здесь написано, «в последнее время», чтобы открылось последнее время, последнее обетование о возвращении Иисуса Христа нашего Господа. Вот, жених идет, приготовьтесь ему навстречу, выйти. И потом у нас здесь в 12 и 13 стихе написано «Первая Петра, первая глава, 12 и 13 стих со взором на старозаветных мужей Божиих. при этом им открыто было, что они своим служением не самим себе, а именно вам должны были передать то не самим себе, но вам. то, что было теперь возвещено вам не до этого, но сейчас, то, что было теперь возвещено вам мужами, которые проповедовали вам благою весть в силе посланного с неба Святого Духа. Вещи, в которые охотно хотели бы заглянуть и ангелы. Братья и сестры, здесь у нас есть обе вещи. Первое, мужи, которые возвещали, что должно произойти, а потом те, которые которые возвещалось, когда это произойдет. Сначала мы читаем то, что должны были сказать, то, что вам сейчас, то, что пророки возвещали, обетовали, то, что должно произойти, вам сейчас возвещается мужами, которые были вводимы Духом Святым. Это просто мощно, то, что Господь позаботился обо всем. Это просто нужно прочитать и гармонию от Старого и Нового Завета увидеть. А потом в 13 стихе написано «Поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперед. Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в Откровении Иисуса Христа. Аминь». Мы видим то, что все покоится на нашем Господе. Ничего собственного, но Он и то, что Он произвел, и то, что Он обещал. Поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперед. И тоже сегодня пушить Бог нам дарует милости, чтобы мы были снаряжены, чтобы это продвигалось к бодрому продвижению вперед, чтобы мы могли достичь и смогли по милости нашего Бога к бодрому продвижению вперед. Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в Откровении Иисуса Христа. Братья и сёстры, мы уже всё это часто возвещали. Откровение Иисуса Христа — это самое мощное. То, что нас отделяет от всех других. Никаких больше дискуссий о Божестве, но Откровение Иисуса Христа. Аминь. Бог был во Христе и примирил с Собою мир. И наш Господь во всех областях представляется как Искупитель, как Посредник, как Ходотай во всех областях, как Царь, Священник и Пророк, но всегда остаётся тем же самым вчера, сегодня и во веки вечные. Вам в Откровении милость — это милость и ещё раз милость, если жить мы Откровение Иисуса Христа лично пережили. Аминь. Я в данный момент как раз пишу Вестник Миссия и сразу в Откровении первой же главе нам говорится то, что Господь послал Своего Ангела, чтобы Своим Слугам показать то, что после произойдёт. Бог Господь имел слуг и пророков. И это тоже мне в последней проповеди, особенно в семи проповедях, которые брат Брандхам имел в Эдмонте в августе 1957 году. В молитвенном ряду он действительно всё заново. Человека спрашивал, веришь ли ты то, что я Божий пророк? Ибо некоторые имели странным образом верили то или другое. Я не хочу сейчас называть все эти вещи именами, но брат Брандхам должен был всё заново спрашивать. и обе вещи приходили всегда или жить «Веришь ты то, что я слуга Божий?» И потом снова «Веришь ли ты то, что я Божий пророк?» Он просто имел неповторимое призвание, и он не мог выносить, если кто-то ещё думал «Ну да, кто знает, что там происходит и как там с этим даром всё происходит и так далее». То, что он может людям сказать, откуда они приехали и какую болезнь они имеют и как их зовут. Это каждый раз было новое поражение, как этот человек действительно в другой стране всё заново людей спрашивал, мог спрашивать, мог им говорить, кто они есть и откуда они приехали. И потом всё заново он хотел иметь уверенность, спрашивал то, что там происходит, чтобы они это не приписывали врагу, но единому одному Богу, который спасает и исцеляет и который освобождает. Да, давайте подойдём к этому Слову назад. Возвратимся ещё раз из 1 Петра 1 главы 12 и 13 стих. 12 и 13 стих. «При этом им открыто было, что они своим служением не самим себе, а именно вам должны были возвести то, передать то, что было теперь возвещено вам мужами». Мы уже это читали. И потом в 13 стихе «Поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперёд. Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в откровении Иисуса Христа». Давайте жить возьмём, захватим ещё 18 и 19 стих. «Ибо вы знаете, что непроходящими вещами, не серебром или золотом вы были искуплены от вашего суетного хождения, которое вы переняли от отцов. Непроходящими вещами, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и незапятнанного агонца». Братья и сёстры, совершённое искупление его Божьи факты. И мы были во Христе от создания мира избраны. Мы были сораспяты с Ним, как Павел написал. «Я распят со Христом». «Итак, не я больше живу, не моё собственное «Я», «Я хочу», «Я хочу», «Я хочу». Нет, да, произойдёт воля Твоя, как в небе, так и на земле. И как мы здесь в Слове Божьем читали, не серебром или золотом вы были искуплены, но драгоценной святой кровью Иисуса Христа, как непорочного и незапятнанного агнца. «Это совершённое искупление действенно для нас во веки вечные. Не уводите себя никогда через неверие от этого. То, что Бог произвёл, это действенно для вечности. Аминь. Он не может сегодня спасти, а завтра потерять Он не может сегодня даровать откровения Иисуса Христа тебе, а завтра пустить тебя одного на произвол судьбы. То, что Бог делает, сделано для вечности в тебе и во мне. По милости, мы были рождены заново для вечной надежды через вечно пребывающее семя. Слово Божьего. Иискупление получили через кровь Агнца. Как часто мы уже здесь клали на это ударение. Господь свою драгоценную святую кровь, в которой была жизнь для нас, пролил, чтобы Иискупление произошло и чтобы жизнь, которая находилась в Его крови, сошла на нас всех назад. Вечная жизнь. И мы верим от полного сердца. Каждое Слово Божье. Аминь. И каждое Слово есть семя. И мы приняли семя Слова. И каждое Семя приводит по своему образу, по своему роду. И еще раз, если возвратимся к этим стихам, которые вам возвещали то, что было от времени для вас предназначено, но теперь вам возвещается. И тоже это можно все заново на это класть ударения, возлюбленные братья и сестры. Все, что у нас в последнем послании через служение брата Брандхама было открыто о грехопадении, о рае и о всем до откровения. Было открыто, как никогда в наше время. Слово не было никогда так поставлено на свет и не было так открыто, как сегодня. и мы можем все вере действительно принимать. И знаем то, что это было для нас предназначено, для нас, мы, которые сейчас живем. Это слово обетования для этого времени было предназначено. И потом еще в 22-м стихе мы прочитаем. И так, как вы в послушании истине очистили ваши души к непритворной братской любви, пусть жить это произойдет, драгоценные братья и сестры, во мне и в тебе, в нас всех, чтобы мы могли засвидетельствовать то, что мы имеем непритворную братскую любовь друг к другу, за друг друга, любовь, которая все покрывает и нас приводит в общение с Богом и связывает с Богом и с друг другом. Давайте прочитаем еще раз с самого начала. «И так, как вы в послушании истине очистили ваши души к непритворной братской любви, то любите друг друга искренне, искренне от сердца». Я в Крефельде уже в последний раз был, сказал, брат из Польши, который всегда приходит к молитве, как бы часто он ни приезжал в Крефельде. И если я в бюро, в офисе за него молюсь, тогда он просто говорит в молитве «Я принимаю это». После каждой молитвы выходят из его уст слова «Я принимаю это». Все равно, если даже дальше молишься за него, он говорит «Я принимаю это». Братья и сестры, мы должны идти с посланием, мы должны чувствовать то, что к нам это говорится, то, что мы принадлежим к этому, то, что Господь сейчас говорит к нам лично через Своё Слово и то, что мы приняли это. И потом в стихе 23 «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечно пребывающего Слова Божия». Скажите ведь «Аминь» к этому. Не от нас, но семя, которое нужно для рождения. Для каждого рождения нужно семя. И семя есть Слово Божье. Луки 8 глава 11 стих «Семя есть Слово Божье». И так уверенно, как мы только Слово Божье возвещали и Божье семя сеяли ваше сердце и ваши души, точно так жить уверенно, Божье семя, Слово, которое мы слышали и верили и приняли, святое. Оно произведет все в нас, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли пережить завершение и и мы для возвращения и для восхищения были готовы. И еще раз, 24 стих, 24 стих, «Ибо всякая плоть, как трава, и вся слава ее, как цвет на траве, трава засыхает и цвет ее опадает. Но Слово Господне пребывает во веки вечные и теперь идет что-то очень мощное. А это есть то Слово, которое было возвещено вам, как спасительная весть или же благая весть. Итак, мы можем себя найти здесь снова в Слове Божьем. Мы не говорим ничего о Слове Божьем. Мы просто проповедуем Слово Божье в оригинальном образе и принимаем его, как здесь написано. То, что слава плоти как трава и как цвет цветка. Трава засыхает и цветок опадает. Но кто производит волю Божью, тот пребывает во веки. И потом Слово Господне пребывает вечно. А потом подтверждение. А это есть то Слово, которое было возвещено вам как спасительная весть. Это мы можем сказать перед лицом нашего Бога искренне и честно. То, что мы Его Слово в Его поручении возвещали братья и сестры. Я это упоминаю во всей смиренности, скромности, но с благодарностью еще раз. Знаете, что это для меня значило, когда Господь провозгласил призвание. Это никто себе не может представить. Но при первом разе Господь три раза проговорил ко мне мой слуга или же мой раб. Мой слуга. Время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города возвещать мое слово. Вы все знаете то, что потом произошло. Все уже часто слышали мое свидетельство, но потом мой слуга, не основывая никакой поместной церкви. И потом вы знаете то, что потом последовало. Господу просто за всю благодарность, то, что Он прямые указания давал. «Аминь». не все делал правильно в жизни, я только человек, но возвещание Слова Божьего с этим я могу перед Богом и перед всеми людьми устоять, потому что я возвещал только то, что Господь в Своем Слове сказал «Аминь». И это мы тоже на этом месте все заново говорили и клали на это ударение. Невеста Агонца есть невеста Слова, как Он был Словом, которое стало плотью и жил посреди нас. Так мы имеем великую привилегию истинное Слово Божье Семя принять. И Дух Божий сходит на семя, и мы умираем, вы все знаете, каждое семя должно сначала умереть, чтобы жизнь, которая находится в семени, могла взойти. И поэтому мы должны умереть сами для себя со Христом, чтобы Божья жизнь, которая находится в семени, могла в нас и через нас открыться. Давайте обобщим, подведем итог, о чем сегодня идет речь, не только здесь, но также и у всех, которые слушают и пользуют особенным образом наши братья и сестры в Южной Америке, будут благословлены. Мы все с друг другом искренне связаны. И если братья из Нигерии сегодня слушают, я должен, к сожалению, был отказать поездку в сентябре, но Господь позаботился о том, чтобы было прямое вещание. И таким образом мы можем слово тоже там возвещать. Но скажем еще раз во имя Господа мы нашли милость у Бога. Мы приняли обетование Божьей вере и откровения Иисуса Христа по милости получили. Мы были возвращены к началу, к Слову, мы вышли из всего толкования, были возвращены назад к Слову и прообразуем невесту Слова в это время и знаем то, что когда Господь придет, то Он нас соберет домой. Этот абсолют должен быть в тебе и во мне. И во-вторых, мы должны это принять вере, то, что Господь свое дело завершит в тебе и во мне во всех нас по милости. И это обетование мы имеем. И на это мы можем еще раз поклать ударение. Так истинно, как Бог Господь дал призвание 11 июня 1933 года около 14 часов американского времени и своего слугу и пророка послал, который вел нас во весь спасительный план до того, то, что даже открылись семь печати, и Бог Господь позаботился тоже о том, то, что я, смотря по земному, этого мужа Божьего знал лично 10 лет и с ним разговаривал по телефону и у меня есть тоже 21 письмо от него и с ним куш ел за одним столом и пил и ехал в той же и был в том же самом собрании. Я просто очевидец и свидетель того, то, что Бог в наше время произвел. И Бог позаботился об этом, чтобы после отшествия домой этого мужа Божьего это последнее Божье послание Слова по всему миру могло нестись дальше. И как мы видели, я желаю, чтобы когда-нибудь разные братья из разных стран могли приехать и могли засвидетельствовать о том, то, что Бог посреди них через открытое славное Слово производит. По милости. По милости производит. Ведь все же возвещается искупление через кровь, прощение, освобождение, исцеление. Весь спасительный совет Божий возвещается до того обетования. Я пойду и приготовлю для вас место и возвращусь, чтобы вас взять к себе и тоже это еще раз упомянуть, то, что я уже упоминал, то, что сейчас даже политики говорят о семилетнем договоре. Что наш Господь сказал? Когда вы увидите то, что все это происходит, то, что наш Господь говорил в Матфеи 24, Марки 13, в Луке 21 главе, вообще обо всем, то, что он заранее говорил, происходит в наше время. И поэтому мог Павел написать, вы, возлюбленные братья, не живете во тьме, чтобы вас этот день взял врасплох, как вор. Нет, Бог послал свет в вечернее время. Бог нам лично открылся. И это открытое, драгоценное и святое слово мы передали дальше в поручении Божьем. И давайте скажем еще раз, каждое семя приносит по своему образу, по своему роду. И слово, которое мы сеяли, оно принесет обильный плод. Будет неисчислимое множество. Кто когда-нибудь это мог подумать 10 лет назад или 6 лет назад о таких вещах? То, что в данный момент действительно по исчислениям, служащим исчислениям есть вещания, которые смотрятся на прямую связь между 10 и 12 миллионов, постоянно слушают проповеди по всей земле, слушают. Последнее послание ведь проникает действительно до концов земли. И об этом Бог тоже позаботился. Дайте мне это сделать еще замечание одно. может быть 6-7 лет назад я хотел в центре миссии установить телевизионную мачту и чтобы найти возможность и иметь возможность, чтобы мы делали вещания. Но если мы сейчас посмотрим, все эти вещания, которые по всему миру исходят, все передают дальше, все передают дальше. Так то, что по милости мы можем это видеть. И как наш брат сказал, даже братья из лагеря беженцев, брат звонит постоянно и говорит, сколько человек крестились, сколько людей приняло слово. Он звонит каждый месяц, он звонит всегда и повествует о том, то, что Господь по милости произвел. Просто мощно. Иногда мы должны прийти в такую нужду, чтобы мы взывали Господу, и чтобы Он потом ответил. Бог знает, Он ведет все пути. Пожалуйста, примите из этого собрания собою, возьмите собою. Бог открылся нам. Он возвестил нам Своё Слово, и мы всё приняли. И ожидаем завершения. Мы ожидаем подтверждения в нашей среде, чтобы грешники были спасены, чтобы связанные были освобождены, чтобы больные были исцелены, чтобы в каждом собрании Святое Слово по милости было подтверждено. Нашему Богу да будет принесена честь во веки вечные. Аминь. Давайте встанем на молитву. Давайте споем, как мы уже часто пели припев. Каков я есть, таков я должен быть. каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от греков. О, Божий агонец, я иду. Я иду. Когда мы наклоним наши головы для молитвы, есть ли у нас серьезные просьбы и нужды в нашей среде, которые мы вместе Господу можем принести. поднимите коротко руки, да, везде, везде. Господь знает, Господь есть ли это земная нужда или духовная в браке или в семье или на работе, где бы это ни было. Бог просто присутствующий. Он может в любой ситуации помочь и даровать милости. Но особенно я хочу сегодня спросить, приняли ли вы сегодня открытое святое слово ваше сердце, то скажите аминь. 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 Благодарность будет принятина Господу. Благодарность Господу. Может быть, еще два-три брата поблагодарят до того, как мы вместе помолимся. О, Боже мой. Да, подойдите. Подходите. О, Боже. Верный Небесный Отец, мы благодарны тебе за все твои драгоценные слова, которые мы сегодня слышали, то, что это, как семя, взойдет в нашем сердце. Господь, держи нас за нашу руку, веди нас дальше. Мы благодарны тебе за этот благословенный день. Мы благодарны тебе за твое слово, которое мы сегодня опять снова слышали. Ведь все написано, и мы благодарны тебе то, что мы можем только открывать Твое слово и получать ответ из Твоего слова. Господь, мы благодарны тебе, что ты такие драгоценные слова вложил в наши сердца. Сохрани их в наши сердца, чтобы семя, которое ты посеял, взошло. И прибудь, пожалуйста, с нами ежедневно на каждом месте, где бы мы ни были. Господь, пока мы снова не встретимся, будь здесь на земле или там во славе. Благослови твоего слугу ради имени твоего, укрепи его в теле, в духе и в душе. Мы благодарны тебе, Господь, то, что ты верен. Мы иногда неверны, но ты всегда верен. Мы благодарны тебе от полного сердца и воздаем тебе честь и славу в твоем драгоценном имени Иисуса Христа. Аминь. Есть ли еще какой-нибудь брат, кто хотел бы поблагодарить? Господь всемогущий Бог, мы поражены. Ты посетил милостиво твой народ. Ты бодрствовал над твоим словом. И когда исполнилось время, ты послал твоего слугу и пророка и дал ему указания, чтобы принести последнее послание. Возлюбленный Господь, ты позаботился так жить об этом, чтобы было исполнено точно то, что было ему сказано. Не ты, но послание будет предшествовать второму предшествию Христа. Возлюбленный Господь, мы благодарны Тебе за Старый и за Новый Завет. Мы благодарны Тебе за Твоих слуг и пророков, которые были под помазанием Святого Духа. во всем Старом Завете то, что они возвещали, то, что до концов времен произойдет. И мы благодарны Тебе за Новый Завет, за Твоих слуг, апостолов, которых Ты использовал для того, чтобы они могли написать все. Возлюбленный Господь, напиши Ты сегодня каждое слово в наших сердцах. И как мы в самом начале говорили и поклали на это ударение, здесь исполняется то, что Бог через пророка Иоиля сказал и обетовал. И потом Вам и детям Вашим и всем, кто еще находится вдалеке, сколько Господь Ваш Бог их не призовет. Принадлежит это обетование возлюбленный Господь. Две тысячи лет назад эти слова были провозглашены, изречены, они сегодня живые, они сегодня еще действенны. Ты нас возвратил назад к началу. Да будет прославлено Твое славное имя и святое имя. Ты присутствующий и тоже сейчас присутствующий, чтобы спасти, чтобы освободить, чтобы исцелить, чтобы благословить. Мы приносим Тебе все молитвенные просьбы. будь милостив, о Господь, спаси, исцели, освободи, благослови, и пусть жить все будут утешены и благословлены. Тебе, всем окущему, единому Богу, мы приносим от сердца благодарность, то, что мы этот последний отрезок лично можем пережить. И мы просим сейчас вместе за Твой народ израильский. О, Боже, О, Боже, время пришло. Ты Свой народ вывел из всех народов, где они были расспросаны, возвратил их назад, в землю обетования, чтобы последнее обетование исполнить, привести в исполнение в них. Ты верный, и мы видим все эти вещи перед нашими глазами, и мы благодарны Тебе за Божью информацию, мы благодарны Тебе за пророков и за апостолов, за старый и за Новый Завет, и за то, что Ты сейчас в данный момент производишь. благослови нас все вместе и благослови всех, которые подключены на прямую связь, которые слушают, которые от сердца верят и имеют внутреннее подтверждение к Твоему Слову. Аминь. И мы благодарны Тебе вместе. Твое Слово не возвратится чеком Тебе, но исполни то, для чего оно было послано. И тоже в эти дни во всех, которые принадлежат к церкви невесты, Твое послание, Твое Слово исполнит то, для чего Ты его посылал. Я ставлю заявку, что все, которые сейчас верят, будут участвовать там, когда Ты возвращаешься, чтобы забрать своих домой. благодарность Тебе за Голгофу, за драгоценную и святую кровь Нового Завета. Благодарность Тебе за Слово, благодарность Тебе за Твоего Святого Духа, который ведет нас во всякую истину. Прими благодарность за все. Во святое имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. У кого есть на сердце песня, чтобы мы спели? 623. Песня 623. Было предложено. Аминь. 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 Божьи обетования прибудут. Они никогда не шатаются. Кровью Иисус запечатал то, что Он в Слове обещает. Небо и земля сгорят. полмой и горы исчезнут. Но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово прибудет вовеки. Аминь. 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 Тот найдет! Божье Слово пребудет вовеки. Верь во всех преследованиях и во всех Твоих скорбях. Ходит с Тобой Господь, Сын Божий, и Он все сделает хорошо. Небо и земля сгорят, полмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовеки. Верь тогда, когда покинут Тебя все друзья. Один останется верным. Иисус, Твой друг, Он будет Тебя нести, укреплять ежедневно. Небо и земля сгорят, полмы и горы исчезнут, но тот, кто верит. Божье Слово пребудет вовеки. Верь во всех Твоих нуждах. Скоро отправимся в небеса. Там в действительности Ты узришь. То, что Твоё сердце верило. Небо и земля сгорят, полмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово пребудет вовеки. Божье Слово пребудет вовеки. Божье Слово пребудет вовеки. Божье Слово пребудет вовеки. Небо и земля сгорят, полмы и горы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Божье Слово прибудет по веке. И теперь мы подтвердим то, что мы только что пели. В том, что мы споем, припев «Верь, только верь». И вере будем принимать. Как я уже до этого сказал о том польском брате. «Я принимаю это. Я принимаю это». Чтобы мы не просто молились, но то, что мы были услышаны, и то, что мы принимаем то, о чём мы молились. Авраам верил Богу, и он видел обетование исполненным. Мы верим Богу, мы принимаем, и мы увидим в исполнении обетования. «Верь, только верь». 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 «Всё возможно». «О, верь, только верь». «Иисус здесь». «Верь, иисус здесь». «Верь, иисус здесь». «Все возможно», «потому что иисус здесь». «Иисус здесь». «Иисус здесь». Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Брат Баумгардна, подойдешь ты еще и не помолишься с нами. И Господа поблагодаришь. Драгоценный Небесный Отец, от полного сердца, благодарю я Тебя за Твое драгоценное и святое открытое Слово, которое Ты нам сегодня даровал. Господь, Ты коснулся наших сердец. Даруй милости, чтобы Слово, которое мы сегодня слышали, упало в доброе сердце и осталось там. Господь, я благодарю Тебя. Даруй милости, чтобы мы были подобны Тебе. Даруй смиренность, даруй милости, чтобы мы были как Ты. Мы благодарны Тебе от полного сердца. Без Тебя мы ничего действительно не можем делать. Мы так зависимы от Тебя. Мы благодарны Тебе от полного сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Со всеми обетованиями, которые Ты нам даровал, которые принадлежат нам. Даруй, чтобы Твое Слово и Твое обетование, обетование мы могли принять в сердце и могли пережить. Господь, я благодарен Тебе от полного сердца за искупление на Голгофе. Господь, Ты дорогую цену заплатил за нас, за душу, дух и тело. Это действительно произошло для нас. Благодарность Тебе, то, что мы победу с Голгофы можем превозносить ввысь. То, что доходит до того, то, что в домах праведных провозглашается Твоя победа. Господь, я благодарен Тебе от полного сердца. То, что сегодняшнее собрание послужило для того, чтобы Твой народ мог противостоять врагу. Благодарность Тебе, Господь, от полного сердца. Ты есть победитель с Голгофы. И Твоя победа сегодня была открыта. Я благодарен Тебе от полного сердца. Ах, Господь, я благодарен Тебе. То, что Ты, нашего возлюбленного брата, Франко, заново укрепляешь, его наполняешь своей воскрешающей силой для прославления имени Твоего. Пусть это все произойдет. Господь, я благодарю Тебя за все и благослови нас всех вместе и все, которые сегодня по всему миру слушали. Благодарность Тебе, Господь, за все покрой нас Твоей драгоценной кровью и сопровождай нас на наших путях и будь нам милостив. Благодарность Тебе за все вола, честь и поклонение только Тебе принадлежит. Аминь. Аллилуйя, честь и слова. Аллилуйя, честь и слова. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, честь и слова. Господь, благослови нас сейчас. Аминь. 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 Нашему брату Дио мы передаем сердечные приветы. Да, мы всем передаем приветы, чтобы они взяли с собой вам в Австрию и откуда бы мы ни приехали. Бог да благословит вас. До следующего раза.